Такое прошло фото, похурило так, конечно, зря. Ты не вылетишь на гоня. Вот где еще музей покачаешься на качале? После того, как увидел в Минске, это Беларусь, наш товарищ скейтер Глеб открыл музей скейтбординга СССР. И тогда, наверное, у меня причинно-следственная связь выстроилась, и я подумал, да, окей, это был 2010 год, и я купил домен скейтмузеум.ру. С этого момента, 10 лет назад, я начал не выкидывать то, что у меня окопилось в моем сундучке, а сохранять и приумножать. То есть, если в Советском Союзе были доски вот такой конфигурации, то за рубежом уже давно люди рассекали на вот таких вот конструкциях, у которых уже появился какой-никакой киктейл-загиб, уже были широкие подвески для того, чтобы можно было скользить по поребрикам и кататься в вертикальной рампе, которых у нас до сих пор, ну не то, что по пальцам, но, наверное, на одной руке можно посчитать. Воспитание Про наши бриллианты. Наверное, вершиной айсберга будет именная доска Тони Хоука 83-го года. Когда в 2013 году Тони Хоук посетил нас с таким туром ралли Гумбл 3000, он оказался в Санкт-Петербурге, и это был вообще разрыв шаблона. Крути ты уже колесо, давай ты уже выворачивай, пропускай ты. Это скейт-арт. С 2010 года мы провели аж 6 выставок. Мы раздавали доски своим друзьям, скейтерам, они на них рисовали. После этого мы устраивали маленький самантуйчик, веселились, оценивали работы. Тут есть, смотри-ка, вес, 3 килограмма на вес, мы ее взвешивали. Зачастую конструкция скейтборда состояла из следующего. Это дека и отдельная подвеска. Здесь же наши гениальные инженеры пошли чуть дальше, и они взяли и отлили подвеску прямо в деке, потому что дека, она из этого же металла, что и подвеска. И поэтому, если в обычном скейте есть раз детали, два детали, три детали, то здесь всего две детали. Все гениальное просто. Она должна стоить вот столько. И они знали, сколько будет стоить эта вещь через 5 лет. Мой дружок московский вам говорит, что-то нравится, там смотрит. В детстве я каталась в те времена, а детство мое было очень давно, это был конец 80-х. Мне тогда подарили друзья на 16 лет, один из первых скейтов, которые тогда появились. Еще в Советском Союзе дело было. А есть этот скейтборд здесь? Да, смотрела вот этот вираж. Он такой дубовенький сильно. Асфальт хорошего не было. Мы катались где-нибудь в больших магазинах, а там всегда был сторож вечером, который бегал за нами с каким-нибудь веником, лопатой и пытался нас оттуда разогнать. Но мы возвращались обратно, его жутко раздражали. Вот. Поэтому так вот. На самом деле здесь очень интересно в целом, потому что очень много фотографий и досок и вообще всего, потому что залипнуть можно везде. и остаться разглядывать все детали. Но я даже не знаю. Мне нравится все. Потому что я все вижу, наверное. Ну, не все, но очень многое впервые. И интересно смотреть везде. Денис, перезвоните. До свидания. До свидания. Продолжение следует...